И последняя тема в курсе общей химии, это будет гальванопокрытие. Гальваническими называются металлические покрытия, которые наносятся на поверхность изделия методом электролиза. Там, допустим, цинкование и тому подобное. И толщина покрытия от 1 до 100 микрометра, то есть она меньше миллиметров, 10 раз как минимум, иногда ещё тоньше. Назначения разные. Допустим, ну все знают, что цинкование, защита от коррозии. Также покрытие придаёт красивый внешний вид. Вот оно изделие, там красиво выглядит. Хромирование, серебрение, золочение, позолочённые детали блестят. Повышается электрическая проводимость за счёт, допустим, меднения, золочения, серебрения. Уже вот только что был обзор по меди-серебру и говорю, что хорошо проводит ток. Повышается твёрдость и износостойкость изделия, особенно хромирование помогает. Потом получаются магнитные плёнки по типу железа, никель, покрытие. Улучшается отражательная способность, допустим, нам надо, чтобы оно отражало серебрение, палладирование, хромирование. Улучшается способность к пайке, вот для чего лужение осуществляется, осаждение сплава олова-свинет, чтобы паялось лучше. Уменьшается коэффициент трения детали. Ну, значит, электролизер выглядит как гальваническая ванна, вот оно. Имеет два электрода, раствор электролита, катод – это изделие, на которое наносится покрытие. И на катоде, соответственно, восстанавливается ион металла и осаждается. То есть из иона переходит в металл и осаждается на катоде. Анодом обычно тот же металл, но на нём происходит, соответственно, выделение ионов. Электролиз с растворимым анодом самое лучшее считается, потому что равновесные потенциалы анода и катода одинаковые. И, соответственно, у нас напряжение электролиза зависит от поляризации иомических потерь. Содержание ионов металла в растворе постоянным. То, что из катода расходуется, а из анода поступают ионы. Иногда, впрочем, невозможно, допустим, хромирование растворимым анодом не осуществляется, потому что металлический хром просто сам по себе быстро растворится и будет полный раствор хрома. Поэтому ведут электролиз с нерастворимыми анодами и в таком случае на аноде выделяется кислород. В состав растворов для получения гальванических покрытий вводятся всевозможные добавки, которые улучшают электрическую проводимость раствора. То есть раствор, как понимают все, кто рубит в электролизе, состоит из соли этого же металла. Но туда вводят добавки, допустим, серная кислота, сульфат натрия, хлорид натрия. Также какой-то PH раствора пытаются регулировать буферными добавками. Некоторые добавки при этом как бы влияют на то, что у нас получится. Допустим, блёстки образуют, лучше блестеть будет, то есть полировка и так далее. Если сложную форму имеет обрабатываемое изделие, то задача обеспечения равномерного осаждения металла довольно сложная. Потому что плотность тока на выступах металла будет больше, чем в углублениях. Поэтому для равномерного осаждения металла используют повышение катодной поляризации, например, и другие способы. Поляризация возрастает с увеличением плотности тока, и величина поляризации будет на выступающих участках выше, чем в углублениях. В результате будет более такое равномерное распределение тока и, соответственно, осадка. Понимаем, что осадок зависит от тока, и именно ток осаждает металл. И для повышения этой катодной поляризации добавляют раствор разные соединения. Допустим, поверхностно-активные вещества по типу стирального порошка нашего, но там немножко другие, и они повышают поляризацию. Чтобы металл покрытия хорошо сцеплялся с основным металлом, нужно, естественно, очистить металл, удалить загрязнения, оксиды. Поэтому осуществляют обезжиривание в органических растворителях, вымачивают эти детальки. Травят их растворами кислот, промывают в воде, чтобы всё нормально оседало, и такие красивые детальки, чтобы получались. Значит, никелирование, виды дальше этого гальвана покрытия, никелирование. Раствор содержит сульфат никеля, борную кислоту, хлорид натрия. Борная кислота держит по аж раствора, такой достаточно кислый. А если сильно кислый, то будет в их вода гидроксид натрия на покрытие, и это не надо. Значит, хлорид натрия необходим для предотвращения пассивации никелевых анодов. Ну и, в общем, аноды хлора при этом адсорбируются на поверхности никеля и мешают оксидообразованию. Меднение, довольно распространённое меднение, покрытие медью, сочетается в серно-кислотных и лицианистых растворах. Серная кислота повышает электрическую проводимость раствору и мешает гидролизу, соли, меди. Достойство меднения в серной кислоте – это высокая скорость процесса. Для меднения стальных изделий необходим подслой меди, в котором медь в виде таких комплексных ионов находится. Ну, в принципе, вот эти формулы на катоде. Концентрация свободных ионов меди низкая. Электродный потенциал меди в цианистом растворе более отрицательный, чем железо. Вот, соответственно, вот оно, это самое, осаждается, вот она и медь, как вот тут написано. Ну, поскольку в цианистом растворе, то очень это токсично. Цианисты калида, мы знаем, ну и вообще все цианистые соединения очень токсичны, так что всё это вообще под прикрытием всё это делается, как бы, чтобы на человека никак не попало. Дальше цинкование. Цинкование проводят в сульфатном или цианистом растворе, опять же. Сульфатный электролит имеет сульфат цинка, сульфат натрия, сульфат алюминия. В цианистом растворе имеется, опять же, комплексный ион цинка, как бы вот был комплексный ион меди, так и цинка. Ну, из цианистого раствора как раз равномерное распределение получается, хоть цианиды, они у нас и ядовитые, тем не менее, лучше там получается. Хромирование производят из раствора, который содержит оксид хрома, хроматрии, серную кислоту. Всё-таки там КПД низко этой установки, хромирование 10-20% только. Выход потоку хрома, остальное всё на водород идёт. Анодом при хромировании служит листовой свинец, потому что он устойчивый в этом растворе серной кислоты. Хромовое покрытие отличается твёрдостью, износостойкостью, красивым внешним видом, и поэтому широко применяются хромированные покрытия. Ну, вот с общей химией и всё, но впереди ещё много всяких разделов химии, к которым мы в скорости и приступим.